В минувшее воскресенье 190-летие со дня рождения великого сатирика Салтыкова-Щедрина отметили на его родине в селе Спасугол. Начало литературному празднику положила литургия в храме Преображения Господня, который построили предки знаменитого писателя. Сегодня день, который выбран для празднования 190 лет со дня рождения Михаила Графовича Салтыкова-Щедрина. Его предки владели этими местами издавна, его бабушка Наталья, запомните это имя, чтобы молиться о ней, Наталья Салтыкова, она построила храм здесь, вот этот каменный храм, место сгоревшее. И теперь ее имя возносится и будет возноситься здесь к Богу в памяти, а не о том, что она сделала. Мелихово, Ясная Поляна, Шахматово. На карте России немало существует мест, где созданы музеи-заповедники, посвященные тому или иному знаменитому литератору. Михаилу Евграфовичу Салтыкову-Щедрину до неда у нее времени не везло. Усадьба, где жил писатель, сгорела. Огромный усадебный комплекс был много лет заброшен. Но сейчас идет работа над проектом возрождения усадьбы великого русского сатирика. Господский дом Салтыковых в селе Спасугол Талдомского района с восстановлением каскадов, садов и прудов планируется возвести в течение нескольких лет. Кроме того, инвестор проекта намерен капитально отремонтировать семейную церковь Спас-Преображение, где ныне находится музей знаменитого писателя. Уважаемые жители села Спасугол, поздравляю вас со дня рождения вашего великого земляка. На данный момент, как вы знаете, год назад был заложен камень на месте дома, родового дома Салтыкова-Щедрина. Как вы знаете, сейчас активно ведутся работы совместно с администрацией Московской области, а также администрацией Талдомского района по согласованию всей документации. Параллельно с этим активно ведутся работы по восстановлению храма. Работы проводятся, мы от своей цели не отступаем и, надеюсь, в скором времени мы начнем уже строить наконец этот дом, родовой дом Салтыкова-Щедрина. В настоящее время церковь совместно используется музеем Салтыкова-Щедрина и верующими. Музей был открыт в 1986 году, в год 160-летнего юбилея писателя-сатирика. Сотрудникам музея категорически не хватает пространства для организации полноценных экспозиций. В фондах хранится более 2000 экспонатов, но подавляющее большинство из них хранится вдали от глаз посетителей музея Салтыкова-Щедрина. Сотрудники Талдомского музея мечтают полностью воссоздать обстановку родовой усадьбы, в которой родился и провел первые 10 лет своей жизни будущий великий русский писатель. Восстановить господский дом, историческую планировку и хозяйственные постройки усадьбы. Начало уже положено. Проект реставрации проходит согласование в Министерстве культуры Московской области. Если все пройдет благополучно, то уже в ближайшие годы мы увидим воссозданный дом Салтыковых. Но это будет только первый этап реставрационных работ в родовом имении Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Я думаю, что Салтыков-Щедрин, увидев сегодняшние изменения в Талдомском районе, конечно бы чуть-чуть написал совсем другие строчки. Когда ты вбиваешь гвоздь, а к этому гвоздю накручиваются разные сценарии, то как раз ты по-другому оцениваешь то, что происходит вокруг тебя. И вот эта оценка поддается какой-то аналитике. Ведь можно гвоздь даже забить по-разному. И не в том место. И причем, когда ты его забиваешь, себе повредить палец. Так вот, я считаю, что все те архитекторы, все те люди, которые живут сегодня на территории Талдомского района, как раз заслуживают большого уважения. Потому что благодаря их труду, благодаря тому, что как они мыслят, что они делают, как раз воплощаются в жизнь те события, которые мы сегодня вокруг себя видим. Литературный праздник в Спасуглу прошел на ярмарочном лугу перед Преображенским храмом, где 190 лет назад крестился будущий знаменитый писатель. До вечера на импровизированной сцене звучала живая классическая музыка в исполнении струнного квартета из Дубны. Театр «Малахитовая шкатулка» представил миниатюры на сюжеты произведения Салтыкова-Щедрина. Своими предложениями делились сотрудники музея. Гостям предлагалось варенье по рецептам матушки-писателей, талантливой домохозяйки Ольги Салтыковой. Был устроен кулинарный конкурс. В изобилии были сувениры, угощения и все, что придало этому фестивалю шарм почти семейного праздника. Субтитры создавал DimaTorzok